Парфёнов, Познер Парфёнов, Познер Мы, конечно, могли бы начать с чего-нибудь другого, но вы бы нам всё равно не поверили, что на этой неделе для нас было что-то важнее, чем общественное телевидение. Это правда. Я по этому поводу ходил к президенту Путину 8 лет тому назад, пытался объяснить, что это очень нужная для России штука, общественное телевидение. Он меня спросил, а кто будет платить? Я сказал, ну может платить даже государство? Он мне сказал, ну Владимир Владимирович, кто платит, тот заказывает музыку. Я сказал, ну не обязательно. Он сказал, вы хороший человек, но очень наивный. Да, вообще убеждённость нашей власти, что если что-то государственное, то власть ей прямо и распоряжается, она вообще поразительная. Вот ведь государственным эрмитажем власть не распоряжается, она ведь не перевешивает там картины, доверяет всё-таки специалистам. Ведь государственное это общенародное, оно то, что существует на деньги налогоплательщиков, а вовсе не принадлежащее первым лицам страны. И считаю, нужно сказать вам, что по крайней мере в 49 странах, а может быть и больше, существует общественное телевидение. Его отличительные черта, это во всех странах одинаково. Независимость, а, от рекламодателя, то есть от частных денег, и б, от власти. Вот это вот закон для общественного телевидения. Дальше в разных странах, BBC, одно NHK, в Японии другое, PBS, в Америке третье. Но вот эти две составные, они обязательны. Вот, это первая страница коммерсанта на следующий день, после того, как Дмитрий Медведев подписал указ об общественном телевидении. И вот честно говоря, что тогда, 8 лет назад, когда вы об этом говорили с тогдашним и теперь будущим президентом Путиным, что сейчас, вот, главные для меня вопросы так или остались непроясненными. Ну хорошо, телевидение может называться общественным, да хоть общенародным. Но если... Ну, называться ОРТ, общественное российское телевидение. Да, ОРТ было у нас, да. Это было, это принадлежало Березовскому. И Кремлю. И Кремлю, так что, а как он... Ну, назвать можно общественное, конечно. Да, 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 можно назвать даже общенародным. Но если генеральный директор ходит на летучке в Кремль, как это принято на федеральных каналах в России, то, в общем, какая разница? Абсолютно непонятно, зачем придумывать еще один какой-то канал. Ведь все претензии касались не то, что собственность там не устраивает, да. Нет, нет, нет. Россия 100% государственная, значит, первый канал 50% государственная, НТВ всю дорогу... 51. 51, да. Ну, все равно, примерно на половину, да. НТВ всю дорогу частная, а редакционной политикой их руководит Кремль. И никто это особо и не скрывает, и не оспаривает. Так, не проще ли бы было, наконец, их освободить от их нынешнего антиобщественного состояния, чем придумывать что-то, да еще на канале «Звезда», который не входит даже в первую десятку? Послушайте, а еще довольно давно президент Медведев сказал, что государство должно уйти из всех средств массовой информации. Я своими ушами это слышу. Ну и что? Ушли они куда-нибудь? Теперь, рабочие группы две по поручению президента готовили свои версии, свои варианты того, каким должно быть общественное телевидение в России. Я был в одной из этих групп. Мы долго работали. Я с самого начала сомневался, потому что все-таки создание общественного телевидения, каким мы его должны понимать, независимым от власти и независимым от рекламодателя, это другая политика. Я не верю в то, что может быть одна политика вот на таком пятачке, когда друг. Но все-таки стараться, старался. И что в результате? В указе написано, что генерального директора общественного телевидения, он же главный редактор, назначается президентом Российской Федерации. Все, как говорится, занавес. На этом закончилось. Мы уже с вами работали, а вы еще продолжайте работать на каналах, где генеральный директор назначает президента Российской Федерации. Ну и может хватит уже, что-то будет другое. И вообще нет никакого смысла создавать еще один такой канал. К тому же, вот вы говорите про эти группы. Они были там, инициированы были администрацией президента, министерством связи, еще кем. Но хотя бы Государственная Дума, даже в нынешнем составе, оспариваемом оппозиции, но все-таки она и то более выразитель вроде бы мнений общества. Ну и было бы 50% примерно оппозиции, 50% посидения России. Я был на слушании в Государственной Думе. Большего количества глупостей, большего количества высказываний людьми, которые вообще не понимают, что такое общественное телевидение, я не слышал никогда. После этого я понял, что точно ничего не будет. Потом выступали еще представители так называемой общественной палаты, которые тоже проявили блистательные незнания предмета. Ну, понимаете, я очень огорчен, но надо называть вещи своими именами. Никакого общественного телевидения этим указом не создали. Генеральным директором, по-вашему, кто будет? Называли бы Стрицкого многолетнего, одного из руководителей ВГТРК, называли Виталия Третьякова. И Лысенко. И называли Лысенко. Лысенко. Так вот, насчет Третьякова сказать ничего не могу, но я тоже знаю и слышал, и читал, кстати, в соответствии с документами, что и Быстрицкий, и Лысенко говорили, что не нужно никакого общественного телевидения, что народу это не надо. И вообще зачем? Вот их как раз очень хорошо и назначить на этот пост. Это просто будет, ну, завершится круг таким образом. Вообще, зачем этот весь симулякр? Это все от того, что в декабре поднапужались и сказали, да, ладно, бросили пост. Да нет, но в июне же Медведев говорил о необходимости создать общественное телевидение. В июне, что никакого протеста ничего не было. Но в декабре об этом как-то уже конкретно заговорили. Совершенно верно. Как вот часть оттепели на волне протестного движения. В общем, это очередное хорошее слово «симуляция», хуже слово «профанация». Больше сказать нам нечего. Итак, выбор во францию. Слово имеет уроженец 16-го района города Парижа Вова-Дебуа, не Буае, Вова-Сильвупле. Да, так... Или Сильвупле-Вова. Мерсти, может, и так, и так. Я уже голосовал. Я ходил в посольство. За кого? Понимаете ли, вот я обычно не говорю об этом. Против кого? Да. Вот это правильный вопрос, потому что очень многие французы сегодня говорят, мы голосуем не за, а против. И вы против, я чувствую. Мы голосуем против одного человека, фамилия которого Сарказий. Да, против. Против Сарказий. Там еще есть 9. Всего 10 человек. Ну да, кроме Сарказий. Да, да, да. 10 человек. Вот. Ну и во Франции это освещается широко, можно даже посмотреть чуть-чуть, как это выглядит. Вот сам, так сказать, президент. Благодарить своих сторонников. Вот таким образом. Между прочим, мы уже знаем, что по предварительным данным... А это его основная сторона. Это Фруфа Олон, представитель соцпартии. Так вот, Олон ведет. У него 28% по предварительным данным. У Сарказий 26%. Да, в любом случае будет второй тур. И на третьем месте, между прочим, Матвари, Левпен, да, 16%. 16%, да. Это дочь основателя Народного фронта, Национального фронта, который считается таким, как бы, собратом Жириновского. Но он уже человек преклонных лет. Да, он уже не участвует. Она очень миловидная и такая, между прочим, неглупая женщина. 16% это серьезный процент. Да, но она обещала дедемонизировать. Мне очень понравилось это слово. Дедемонизировать. Соответственно, 6 мая будет второй тур. По предварительным данным, приняло участие в выборах 70%. Очень высокоприятно. Тому две причины. Во-первых, каждый француз говорит так. Это моя страна. Я гражданин этой страны. И я желаю принимать участие в ее решениях. И верит, что он принимает. Вот это вот ключевой момент. А так как, кроме того, сейчас борьба серьезная, вы понимаете, что во Франции нет ограничений по отношению количества президентских сроков. Может быть, 2, 3, 5, сколько угодно. Ну, даже трех никогда не было. Потому что до Ширака было 7 лет. А потом снизили до 5. Да, вегеран было 14 лет. Так вот, смотрите. С 1981 года не было ни одного президента, который бы не выбрали бы на второй срок. Значит, 31 год. Поэтому Саркази, конечно, борется из последних сил. Это, в общем, позор проиграть после первого срока. Вот, собственно говоря, вопрос чего. А вот, да, я забыл просто написать. Да, да, да. Скажите, пожалуйста, ну, а вот что? Из России это не видно. И здесь Саркази, ну, по крайней мере, известный, если не популярный. А что вот так вот коротко говорить? Чего? Слабак. Или при нем был кризис. Могу сказать, несколько вещей. Во-первых, значит, любитель мишуры, блеска, светского общения. Ой, а кто во Франции это не любит? Президент не должен быть таким. Это разные вещи. Это первое. А второе, просто не симпатичный. Вот не нравится. А да, ушастый. Не хоризматичный. И, наконец, политика. Все-таки во Франции очень высокая безработица. Это при нем. И все-таки люди голосуют карманами и желудком. Что тут говорить? Поэтому это сочетание вещей. Франция как-то уже не является ведущей державой в Европе. Явно уступает Германии. Все это французам не нравится. Я думаю, что во втором туре все-таки в Саркази потерпят поражение. Ну, вот это про французские выборы. Дальше будут про наши. Обещанные наши выборы. Губернаторские выборы. Дмитрий Медведев пояснил, что фильтров, очевидно, будет два. Давайте посмотрим, как он это сделал. Пожалуйста, покажите. Я никогда не говорил, что я внес окончательный вариант. Законы принимает Государственная Дума. Президент либо подписывает, либо не подписывает. Это первое. Второе. Вы еще пока не видели того законопроекта, который будет рассматриваться во втором чтении. Там нет трех фильтров. Там действительно есть две модели, которые были и в первом варианте, которые я вносил. Значит, в скрытом варианте, в скрытом виде в таком. Значит, и еще одна модель, которую мы анализировали. Но в конечном варианте за все за это будет голосовать Государственная Дума. Значит, и пусть Шана сама решает, значит, сколько нужно оставлять механизмов для консультации. Один, два или ни одного. Кроме часов, которые явно на показ авангардные в кадре, вот что хотелось сказать. А почему бы Дмитрию Медведеву с самого начала внося не говорит, что не будет ни одного фильтра? Вот чего теперь рассказывать, что вот такой есть мой, а такой есть другой? Предполагается, что значит будет президентский фильтр. То есть президент может отклонять того или иного кандидата, прежде чем его будут выбирать население этого региона. И будет депутатский фильтр. Ему нужно будет собрать энное число подписей разных там геятелей из политической этой региональной элиты. Ну, послушайте, я не очень понимаю. Во-первых, есть много стран вполне демократических, где губернаторов не выбирают, их назначают. Что шум... Потом, давайте так признаемся, когда выбирали губернаторов давно-давно при Ельцине, на выбирали таких бандитов, вы же знаете это прекрасно, что лишь подтверждает некоторые опасения, что народ, который, судя по тому, что говорят наши руководители, еще не готов к демократии, может быть и не совсем готов к этому. Я был бы... Вы знаете, если вы мне так сказали прямо, вы знаете, уважаемый господин Познер, мы считаем, что вы еще не готовы. И поэтому мы ставим некоторые фильтры. По крайней мере, это было бы честно. А тут какая-то я не понимаю этой игры. Я все это время закипал медленно. Значит, во-первых, что касается некоторых стран, где назначают. Это надо. Эти некоторые страны, они все-таки не являются федерациями, они все-таки являются унитарными государствами, по сути своей. В США или в ФРГ, страны, которые наиболее близки нам по устройству, понятно, что между Коми и Дагестаном большая разница, как и между Смоленском и Приморским краем. Поэтому логично, чтобы все-таки не из одного умного центра вот это все лоскутное отдел управлялось. Согласен. Согласен. Да, а все-таки люди бы решали на местах. Это раз. Второе, что касается про неготовность к демократии. А когда он будет готов? Это нельзя научиться плавать, не бросившись. Это моя метафора, между прочим. Ну пусть, пусть будем ошибаться, будем избирать других, будем раскаиваться. Мы много раскаивались за разных правителей в 20 веке. Ничего, ну когда-то же это надо все проходить. И пусть нам прямо скажут, а кто был вот этот вот криминал? А где у нас тогда МВД, ФСБ, Генпрокуратура, Следственный комитет при прокуратуре? Так, пусть они останавливают криминал, идущий к власти. Жень, уж сейчас-то силовикам, неужто не раздолье? Мне кажется, что это так же, как с общественным телевидением. Это опять какая-то симуляция, потому что в декабре, когда сказали, будут выборы, вот газета ведомости это сравняла, как беспроцентный кредит, да, пишут. А потом мелко там начинается, что оказывается за обслуживание, оказывается то, все, все. И это вот, ну вот я сетку взял здесь. Знаете, вот это же простейший фильтр. Вот, а кто самый главный на реке всегда? Это рыбнадзор, кто считает, что вот эта ячья, она крупная или мелкая? Эта рыба должна проходить или не должна проходить? Мы опять получаем так же, как и с так называемым общественным телевидением. Пусть оно будет общественным, но только чтобы оно было предсказуемым, да, и мы знали бы, что нам выглядеть в выпусках новостей. Главное, чтобы оно было подконтрольным. 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 Ну это и есть предсказуемость. Да, 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 да. И вот выборы, чтобы они, пусть они будут, якобы, что они выбирают, но только из тех, с кем мы заведомо согласны. Скажите, как вы думаете, Медведев изначально, когда говорил о необходимости прямых выборов, он имел в виду те прямые выборы, о которых говорите вы, или же он имел те прямые выборы, о которых он говорит сейчас? Я думаю, он должен. И если это так, то в какой момент, и почему он изменил свое первоначальное решение и вот так мило сказал, что никогда, это было не окончательно. Вот как вы думаете? Я, вот если весь этот сюжет процедурую, мне кажется так, что в декабре власть немножко струхнула и решила, что вот надо бросить кость. Ну вот чего они вопят, что мы у них губернаторские выборы? Да вернем губернаторские выборы. Это тогда очень насторожило. Чего так легко-то? То так говорили, что их и через сто лет не было, то вдруг мгновенно вернули. А потом оказалось, что вроде протест спал, на самом деле, на мой взгляд, он просто поменял форму, настроение-то не изменилось, его только внешне не видно. Поэтому давай теперь назад отыгрывать. Просто сказать, что нет, не будет, это мы тогда ошиблись. Нельзя, как-то стыдно, какой-то совсем скандал. А как вы думаете? Давай замотаем, давай... Государственная дума в последнем окончательном чтении, какой вариант примет? Два фильтра, один фильтр, два фильтра, да? Два фильтра, безусловно. То есть и президентский, и депутатский. Раз забслуждается, раз такое допускается, раз можно и вот здесь ограничить, значит ограничим. Никогда я еще не видел, что в случаях, когда можно ограничить, в России бы что-то не ограничили. Вообще это все очень недостойный такой, это даже не торг с народом, с гражданами, который ведет власть, которая, как известно, слуга народа. Это такое почти позиционная борьба с соперником. Вот тут вот мы у них отожмем, они вот тут вот чего-то на нас поднадавили, мы тут им немножко уступили, дай-ка мы вот здесь вот фланговым ударом чего-то такое вырвем, здесь мы себе вернем и так далее. Совершенно недостойное поведение, на мой взгляд. Ну, я не знаю, насколько я могу согласиться с вашим описанием, потому что мне кажется, гораздо проще. Мне кажется, что на самом деле власть и не доверяет народу, и не уважает этот народ. И поэтому так с ним обращаются. Нет уважения. И вот такое тогда... Ну, с другой стороны, можно сказать, что и народ, значит, попускает. Раз такое сходит... Согласен. ...власти с рук. Да, если так, то да. Она же власть, собственно говоря, злоупотребляет своей властью. Извините за тавтологию, ровно настолько, насколько это может сойти. Вот господин Чуров по поводу видео Олега Шейна, да? Да, да, да. Как сказал, что нарушения, да, были... В 60%. ...процентах случаев, да. Но... Но они не были фальсификациями. Они были процедурными. Ну да, вот то есть председатель комиссии забрал непересчитанные бюллетени и скрылся. Я хочу сказать, что в любом суде в мире одна процедурная, одна процедурная ошибка – это отмена всего. А тут 60% процедурных – это конец. Нет, оказывается, что это еще не основание поразительное. Да, ведь всего-навсего формулировка, кстати, российского закона вполне корректна. Невозможно достоверно установить результат вылеизъявления. Ведь действительно, если председатель комиссии вот так вот бюллетени взял и непересчитанными унес, или не погасил неиспользованные бюллетени, то кто? Кстати... Кто может поручиться, что эти неиспользованные не оказались потом в случае? Кстати, значит, выборов, я вам говорил, что я участвовал в французских выборах, там очень любопытно сделаны эти вот избирательные участки. Значит, стол, значит, 10 кандидатов, 10 стопок с фамилиями всех 10 кандидатов. Вы подходите, ну, расписывайтесь, вы можете взять по одной штуке 10, 9, но не меньше двух. С этим вы уходите в кабинку, в конверт вкладываете одну, уходите и опускайте, а то, что вы взяли, в карман или там как-нибудь... То есть вообще без карандаша? Без карандаша, вы не можете ошибиться. Ну, вы можете вложить не то, что... Ну, надо пить меньше в этом, что я думаю так. Очень все, и у вас нет ни малейшего сомнения, что ваш голос будет правильно подсчитан. Вот тут уж говорить нечего. Да. Да. А сейчас реклама на дожде, после которой у нас серьезные звезды, включая Навального, Пугачеву и прочих. Реклама пройдет. Это программа Парфенов и Познер. Мы продолжаем сегодняшний выпуск. Да, продолжаем. И следующая тема... А, следующая тема касается моего любимого журнала Time, еженедельный политический журнал, который время от времени позволяет себе, вернее так, раз в году опубликовать на обложке «Человек года», раз в десятилетие. И в 2007 году был Путин, я помню. Да, а раз в 10 лет, человек десятилетия, им был, между прочим, Горбачев. Ну и каждый год 100 самых влиятельных людей в мире. Причем я пытался выяснить, как это они определяют, это между собойчик. Это в самом тайме, разные редакторы, журналисты, репортеры, вот они это делают, голосуют, и таким образом получается 100. Но нас заинтересовал там один из этих 100, находящийся ровно на экваторе, 50-й, единственный россиянин в этом списке, Алексей Навальный, который представлен очень импозантно. У нас есть возможность показать, каким портретом сопровожден единственный влиятельный россиянин по версии Time. Вот это не совсем, конечно, видно. Да, это как-то не то, он не так представлен, что там. А, вот. Вот. Да, да, да. Вот это он так представлен на фоне Храма Христа Спасителя. Да, демонический взгляд. Да, я бы сказал, да. Волосы дыбом. Сильно православно причем. Ну ладно. Значит, вот я думаю, что было бы интересно с ним поговорить на эту тему. Алексей Навальный наш гость. Ну, очень хорошо. Пожалуйста, милости просим в нашу студию. Открывайте дверь. Здрасте. Здрасте. Заходите. Я вас напишу пока на дождь. Здрасте. Здрасте. Навальный топ-100. Послушайте, а вы-то удивились, Алексей? Я очень сильно удивился. Мне месяца два назад пришел имейл. Так. Поздравляем. Вы оказались в нашем списке. Я им отписал. Ну, спасибо большое. Наверное, какая-то ошибка произошла. Но они сказали нет. И вы помалкивали все это время. А вы видели этот список вообще говоря? Они прислали мне ссылку. Я видел этот список. Но я помалкивал, потому что, если бы я об этом заявил, надо мной бы стали смеяться. В общем-то, и сейчас в основном люди так иронически к этому относятся. Но и я сам к этому иронически отношусь. Потому что все-таки это скорее представление журналистов тайм о влиятельности, чем реальность. Вы знаете, если посмотреть этот список внимательно, я это имел удовольствие. Но там есть люди, которых вообще никто никогда и не слышал. Это поразительное дело. То есть вообще... Но при этом там есть обороны... Ну, там на первом месте есть люди, которых никто не знает. Груто анонимы, например. Ну, это ладно. Это потому что связано с интернетом. Но на самом деле, он даже Мит Ромний, ну, вообще невлиятельный человек. Пока. Если он станет президентом, что вряд ли произойдет, ну, тогда бы он был влиятельным. Это странная штука. Нет? Послушайте, вот все-таки пусть тайм вашей влиятельности признает. А кто еще? Вот вам кажется, вы сами как свою влиятельность оцениваете? Владимир Владимирович, моя влиятельность признает. Вот эта вот знаменитая фотография журнала «Тайм», он ее в своей программе продемонстрировал, по слову Макфолу, сказав, не ваш ли это золотой мальчик? Ну, например, в программу меня он не приглашает на Первый канал. Наверное, это какое-то отражение моей влиятельности. Меня не дают вас пригласить. Я это откровенно совершенно говорю. Есть несколько человек, в том числе и вы, кого я пока не могу пригласить в программу. Мне это, если честно, жутко льстит, что я один из людей, которые по непонятным причинам находятся в черном списке. Это свидетельство того, что кто-то его боится. Вот что он влияет. Ну, невлиятельного не боится. Ну, наверное. Если этот человек дает вам указание, приглашать или не приглашать, наверное, он... Нет, вот приглашать не дает. Вы понимаете, тут тонко. Приглашать нет. А вот не приглашать, да. Понимаете? Вот. Таким образом. Послушайте, вот я только одного не пойму. Существует какая-то технология, как из вот этой влиятельности, ну, вот из известности интернетовской, например, да, как перейти в реальную политику. Ну, вот хорошо. Вы критикуете, скажем, Шувалова по поводу его этой декларации о нескромных доходах, да? А каким образом вы потом сможете сами претендовать на место Шувалова? А иначе какой смысл критиковать Шувалова? Ну, дело не в том, на какое место претендовать. Дело в том, что в современных условиях любой человек, который хочет быть влиятельным, он может быть влиятельным. И одна из немногих, а может быть, единственных хороших вещей о государстве, которое построено на лицемерии и лже, это то, что любой человек, который говорит какую-то правду, он сразу становится известным, относительно известным. И никакой блогер Навальный или другой блогер не имел бы никаких шансов быть раскрученным в США или в Европе, потому что разоблачения про Шувалова, взяточника, они никому не интересны в блогах. Про это бы передавало бы телевидение, это было бы на первых полосах газет и так далее. Поэтому все мои юридические изыскания, а я в основном занимаюсь расследованием коррупции в госкомпаниях, в Газпроме, Транснефти и так далее, они были бы никому не нужны в нормальном обществе. А можно ли сказать, что как раз ваша влиятельность связана именно с тем, что источники информации, реальные источники информации, по сути дела, не существуют, их нету. И на фоне отсутствия, вот такой человек, как вы, блогер, становится не просто блогером, а с большой буквы. Чего, кстати, нет нигде в мире. Я бы даже сказал, дело не в том, что источников информации не существует. Вот у вас на столе лежат газеты ведомости, здесь на каждой странице описан какой-то коррупционный случай, как украли миллиард. Но только очень немного людей могут сделать еще один шаг вперед, а именно сказать, окей, украли миллиард, значит я займусь тем, что объединю группу людей, и мы будем писать жалобы в прокуратуру и так далее, и сделаем все возможное для того, чтобы человек, укравший миллиард, сел в тюрьму. Скорее всего, прямо сейчас это не получится, но мы это и сделаем. И группа людей, которые занимаются, которые как раз трансформируют онлайн возможность собирать информацию и объединяться в какие-то оффлайновые действия элементарные, где-то куда-то выйти, там, на площадь, как бы пафосно это ни звучало, написать заявление, деньги собрать для кого-то. Эти люди становятся сразу влиятельными, они образуют влиятельные политические группы. И так происходит по всему миру. Скажите, вообще говоря, вас прельщает вот это вот, то, чтобы быть влиятельным, и вообще вас, вас власть интересует для себя же? Я хочу многие вещи изменить. Инструмент перемен, это, конечно, власть. Ничего невозможно сделать без политической воли, без политической власти. Вы обсуждали здесь уже сегодня и общественное телевидение, и выбор губернаторов. Сделать абсолютно ничего нельзя, потому что они не хотят это сделать. А мы не можем это сделать снизу, потому что у нас нет этой самой власти. Поэтому власть нужна как инструмент перемен. Я хочу изменить многое в стране. Поэтому, да, конечно, я стремлюсь к этому, для того, чтобы, взяв в руки этот инструмент, посадить, отдать на скамью подсудимых. Шувалова, Виксельберга, всех этих людей. Я же не просто так пишу заявление в прокуратуру, потому что мне это нравится. Я искренне хочу этих людей привлечь к ответственности, и я абсолютно уверен, что рано или поздно я это сделаю. Ну, или кто-то другой сделает, а я этому помогу. Хорошо, а вот если говорить про выборы, вот они губернаторские, так ли, сяк ли, через фильтр. Вы, очевидно, фильтр не пройдете, вот через эту сетку точно не пролезете. Это у нас овощи прям даже. Да, 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 ну какая нашлась такая этот самый, не важно, тоже фильтр. Что, пролезете, не пролезете. Вот, фильтр себе, фильтр. Вот будут выборы московского мэра, он же у нас глава региона, он же у нас как бы губернатор. Вы, например, будете претендовать? Вот простой вопрос. Если будут выборы мэра, это те выборы, в которых имеет смысл принять участие. Тому же человеку, который много занимался московскими проблемами, однако же, судя по всему, по этим фильтрам, много независимых кандидатов, скорее всего, и я, если я пойду на эти выборы, они просто не смогут в них принять участие, потому что муниципальный фильтр и необходимость собрать вот эти вот 7% подписи муниципальных кандидатов, которые там сплошь единая Россия, депутатов, он просто не позволяет никому пройти. Уж не говоря про президентские фильтры, которые на самом деле являются тем самым черным списком, который есть на телевидении. Вот он нам не нравится, он экстремист, у него физиономия не такая. Вот еще одна связь общественного телевидения и так называемый муфернаторский фурор. Ну, в любом случае, может быть, я не пойду, но эти инструменты влиятельности, если они есть, их нужно будет направить на то, чтобы поддержать независимого кандидата. На мне Свет Клином не сошелся. А почему вы не пойдете? Если будет возможность. Когда будут выборы, я буду бороться за лидерские позиции на любых выборах, любых уровней. И, естественно, мы сейчас добиваемся того, чтобы были свободные выборы, для того, чтобы принять в них участие. Естественно, никакого кокетства здесь нет. Будут выборы, пойдем на выборы. А у вас был такой вопрос, господину Навальному, который вы думали задать, если бы он на Первый канал пришел? Да, конечно. Не связанный с ТОП-100, а суши такое дело? Я вообще к людям, которые стремятся к власти, отношусь настороженно. Потому что, как правило, ими движет две вещи. Либо сама власть их очень привлекает, и примеров много того. Либо они в какой-то степени мессии и понимают, как я должен жить. И, добравшись до власти, они постараются сделать так, чтобы я жил так, как они понимают, я должен жить. Одно из двух. Это почти всегда так, в той или иной форме. И я бы вас спросил, конечно, вот вы на самом деле стремитесь к власти, потому что это в какой-то степени определяет мое отношение к вам. Ага, понятно. Вы скорее мессианский человек. Не сама власть вас привлекает, а вот, потому что вы понимаете, как я должен жить. Абсолютно верно. Я понимаю, как вы должны жить. Я считаю, что по моим правилам вы будете жить гораздо лучше. Потому что по моим правилам... Вот это опасно. Знаете, я как адвокат. Ничего опасного здесь нет. Как адвокат, когда я прихожу в милицию, в прокуратуру, на суды, и вижу вот эти вот физиономии, когда вот по делу Магнитского, по делу Транснефти, по делу Газпрому, вот сидят вот ребята вот с такими лицами, и ничем их не перешибешь. И все понимают, и судьи, и прокуроры, и милиционеры, все понимают, что я прав. Все понимают, что все правовые основания на моей стороне, все на моей стороне, здравый смысл, правда, закон, все. Тебе смеются в лицо. И ты уходишь ни с чем. Говорим о разных вещах. Я с вами совершенно согласен. Я хочу вот для вас создать правила, при которых вы придете в суд, и если вы правы, вы выиграете. А если вы не правы, вы проиграете. Вот и все. К чем вам мои правила не нравятся? Я вот все, одна цитата у меня вертелась тем временем в голове. Вы как к этому относились, к известной песне Галича? Бойтесь единственно только того, кто скажет, я знаю как надо. Вот я очень, вот, просто разделяю 100%. А мне, а мне это казалось странным, потому что таким образом мы отказываем людям в лидерстве. А всякий лидер приходит и говорит, ребята, я хочу вот так и так и так устроить. И дальше мы должны проголосовать за него. Слушайте, господа, я вам могу сказать, что в моей системе знаю как надо, есть система переизбрать меня, условного меня. То есть, значит, не нравится этот человек, или вы считаете, вам не нравится моя система. Ну, вы пошли на выборы, и никаких вот этих вот фильтров не будет. Не захотели? Переизбрали. Саркази был безумно популярен. Какая удобная. Безумно популярная Саркази сейчас вполне вероятно проиграет, то, что было в начале программы. Вот она, вот она система власти. Вот она демократия. Она, если человек становится хуже, он идет вниз. Кто-то был вчера хуже, стал лучше, он идет вверх. Это нормальная система. Это единственная возможность системы. К сожалению, другой мы не изобрели. У вас такой довод успокаивает. У вас такой довод успокаивает. Нет, я с этим согласен, в принципе, ну и с Галичем согласен. Когда человек мне говорит, что он знает, как я должен жить, я говорю, вот не надо. По возможности не надо. Я хочу тебя ограничить. Да, сделай так, чтобы там суд работал, но не говори мне, как я должен жить. А вам не кажется, что вот такая позиция, это просто вот такое желание не занимать активную жизненную позицию? Не говорить о тех вещах, про которых вы обязаны, в том числе, как граждане, говорить. Вот, например, то, что я в черном листе ОРТ, это же нарушение закона. Первый канал, это цензура, она запрещена законом. Поговорите вас поправить. Во-первых, ОРТ давно не существует. Первый канал, извините. И нет никакого листа. Я вас уверяю, его нет. Вы же знаете об этом. Есть разговор между двумя людьми, когда говорится, вот я хочу делать такую программу. Но я понимаю, что есть люди, которые сегодня не могут появиться. Это цензура, да или нет? Это цензура? Это не советская цензура. Это совсем другая цензура. Это же цензура. Но если это цензура, она запрещена законом. Послушайте, мою программу закрыли в Америке по таким же причинам. Это цензура. Ну, наверное, да. Наверное? Наверное, да. Понимаете? Да. Я считаю, что это неправильно. Я это говорю публично. И то, что я сейчас говорю, услышанно на Первом канале. Отлично. Поэтому вот вместе с разговорами о Галича, я лично от вас, уважаемые господа, жду более активной гражданской позиции. Это что еще? Что, на баррикады, что ли, пойдем? Да, пойдем на баррикады. Нет, нет. Прекрасно. Крови было достаточно. Прекрасно. Значит, пусть она будет цензура, а мы... Крови было достаточно. А баррикады предполагают кровь. Баррикады и кровь, они рядом. Мирный протест. Это не баррикады. Это единственное, что у нас есть. Люди, вышедшие на улицу, это есть баррикады. Я ходил на полотна. Я ходил. И что? И ничего. Я очень доволен, что я ходил. Ничего себе ничего. Да вы свою эту сетку обсуждаете? Потому что хоть какой-то закон на выбор губератора был внесен. Политические партии сейчас разрешили регистрировать. Абсолютно фейковый закон. Но хоть что-то. Почему? Согласен. Моя активная позиция журналиста заключается в том, что я делаю на телевидении. Это прежде всего, потому что там я имею какое-то влияние. Я не вхожу в список тайма, но какое-то влияние я все-таки имею. Отлично. А что касается баррикад, все-таки баррикады это вещи, связанные обычно с революционными ситуациями. Ну вот, логическое продолжение этого. Если не Путин, то кто? Вот знаете, у нас получается альтернатива. А митинг это митинг. Либо баррикады, кровавая баня и какие-то кишки намотанные на гусеницы танка, либо Путин. Нет же такой альтернативы. Будем брать Кремль, да? Не нужно брать Кремль. Это ваши слова. Это ваши слова. Кремль нужно брать в результате честных, свободных выборов. Эти честные, свободные выборы нужно добиться. Вот я ездил в Астрахани, неделю сидел. Это же не были никакие баррикады. Но мы организовывали там, да, в том числе и массовый митинг. Он в том числе был формально незаконный, потому что мэрия Астрахани не хотела этот митинг. Простите, как вас получит? Алексей Анатольевич. Алексей Анатольевич. У нас Анатольевич еще в стране. Ну и Владимирович. Да, да, да. Так я хочу сказать, что некоторые бы сказали так, что вы поехали туда зарабатывать политический капитал. Что вот, а, поехал Навальный, это сразу освещается и так далее. И вслед за вами, и этот поехал, и тот поехал. Вот мы все здесь, смотрите, вот мы, вот на самом деле. А от того, что поехали, толк какой? Ну, некоторые бы сказали так, а я говорю вам, как было на самом деле, что я поехал туда поддержать людей, которые голодают за ваши, в том числе, политические права. И я там с коллегами, я очень благодарен тем людям, которые откликнулись на мой зов и тоже приехали. Мы бы придержали этих людей, им было важно. Их в этой Астрахани просто бандиты бьют физически и практически. Поэтому любые москвичи, любые СМИ, приехавшие туда, это в любом случае какая-то защита. СМИ, да, СМИ разумеется. Ну, СМИ ехали за какими-то лидерами общественного мнения. И то, что Чуров, даже вот эту вот чушь, сказав про процедурные нарушения на 60%, он был, на 60% участков, он был вынужден это сказать. Потому что слишком много внимания. Ну, невозможно это больше накрывать газеткой, да, вот эту всю ситуацию. Поэтому и нужно ехать в Астрахань. Кричать про нее, ну, не то, что ехать. Все должны туда ехать. Мы должны кричать, но у Шейна для альтернативы. Человек был выбран мэром, и единственная возможность защитить свои права, это грозить им, что он умрет от голодовки. Разве это нормально? Вы знаете, в некоторых странах грозили и таки умирали. Правда, в других условиях, ну, у Маргарет Тэтчер просто эти вот ирландцы умерли от голода и все, да. Вот что. Значит, вот этот нынешний губернатор или официальный губернатор Астрахань. Мэр, мэр. Мэр. Вы знаете, как я. Столяров. Столяров. Да. Значит, якобы у него 60%, якобы. А у Шейна 30%. Вы знаете, что меня поразили эти две цифры? Потому что если украдут, если это украли, то более разумно украсть, например, 52 на 48. Этот разрыв, он кажется нереальным совершенно. Вы думаете, что в самом деле у Шейна больше голосов? Это доказанный достаточно факт, потому что есть электронные урны, где мы видим, что Шейн в основном побеждает с результатом там 50-60%. 50 или 60? Это колоссальная разница. Да, на тех участках, где выкидывали наблюдателей, у Столярова 85%, а у Шейна 2%. Вот и все. Ну, это уже не говорит мне ничего, конечно. Вот именно за счет таких участков Шейна проиграл. Поэтому это очень простая вещь. Действительно, эти видеозаписи, они просто показывают все. Как вы думаете, вам отменят выборы? Я надеюсь, что отменят. Это мы будем думать. Как вы думаете, реально? Значит, думают. Вот до того, как я поехал в Астрахань, миллион человек мне сказали, что вообще там даже 20 человек не выйдет на улицу. Вышло там 4000 в южном городе. Значит, мы должны думать о том, что наша задача сделать так, чтобы выборы отменили и объявили новые, а не анализировать. То есть, сомневаться не надо? Нужно действовать разумно. Нужно просто сомневаться в том, какие методы работы выбрать. Правильные. Но не нужно рефлексировать очень много и работать политологами. Нужно просто делать то, что должно. Ну вот ничего другого, кроме, может быть, такой избитой фразы, делай, что должно и будь, что будет, к сожалению, придумать ничего нельзя. Вот ты обязан, как гражданин, я как человек, который претендует на то, чтобы быть влиятельным, опять же. В этот момент я был обязан поехать в Астрахань. Но я сел и поехал. Поскольку мы говорим о сегодняшнем дне все-таки, да, я не могу вас не спросить. А как вы относитесь к этому действу, которое сегодня происходило в Москве около Храма Христа Спасителя? И вообще в России это около Храма. Как ваши отношения? Вы тоже считаете, что подвергаются нападкам православной церковь, вера и так далее? И что их надо защищать? Я, наверное, стоит пояснить. Речь идет о так называемом стоянии. О одномолитвенном стоянии. И, естественно, оно не разоверно связано с вот этим, как это назвать, хэппинингом, акцией группы Пусси Райт, которая была в Храме Храма Христа Спасителя. Вверх я православный человек. И как православный человек я крайне не одобряю любые действия, которым могут оскорбить что-то православное. Но я, помимо этого, гражданин и юрист. И я вижу, что эти люди совершили мелкое хулиганство. И это совершенно беспрецедентная вещь, когда мелкие хулиганки, у которых есть малолетние дети, находятся под стражей уже больше месяца. Там следственная группа, четыре следователя. Их охраняют от народного гнева. Их охраняют от народного гнева, отлично, под домашний арест или программу защиты свидетелей. То, что происходит с ними, это абсолютно неправославное и вне любого закона. К сожалению, к большому, мне кажется, некоторые такие публичные реакции РПЦ на эту ситуацию приведут к тому, что этот огромный негатив против РПЦ будет только развиваться. И в конечном итоге ничего другого, кроме устойчивого, антиклирикального и агрессивного лобби анти-РПЦ мы не создадим. То есть антицерковные настроения будут нарастать. Потому что всем понятно, этих несчастных глупых девиц держат в заперти, потому что они там кричали «Богородица Путина прогони». Вот их закрыли. Выглядит так, как будто РПЦ, выглядит или на самом деле так, способствовал тому, что их держат в клетке. И, естественно, никому это не нравится, с этим никто не согласится. И будут вытаскивать и дальше люди все эти часы, какие-то другие истории. И вокруг этого нагнетать антицерковную истерию. Это очень большая ошибка некоторых и государственных чиновников, и чиновников внутри РПЦ. Это большая ошибка. Вот так широко поговорили. От тайма до Астрахани и до молитвенного состояния. Спасибо. Это был Алексей Навальный, гость сегодняшнего выпуска программы «Парфенов и Позар». Мы действительно в прямом эфире. Алексей еще не успел нашу студию покинуть. И следующая наша тема, она не новая, не тема вроде бы этой недели. Это Катынь. Дело в том, что на этой неделе, а именно в понедельник, Страсбургский суд по правам человека выносил решение не в пользу России по иску родственников людей, погибших в Катыне, расстрелянных в 1940 году, представителей польского офицерства и другой элиты. Более 50 лет, как известно, утверждалось, что это сделали не советские спецслужбы в 1940, а немецкие оккупанты в 1942, когда была оккупирована, в смысле, Смоленской области, или даже в 1943. Но вот что удивительно оказывается, из комментариев к этому событию понедельника узнаешь, что у нас не признан факт государственного принуждения, и поэтому власти не реабилитировали до сих пор расстрелянных. Еще в феврале 2011 года российские власти последний раз это обещали сделать, но так и не сделано. Хотя отношение, я вот еще хотел, прошу сказать, да. Хотя отношение, казалось бы, очень изменилось после того, как погиб польский президент Кочинский в авиакатастрофе как раз под Смоленском, и отправлялся он в Катынь. Не событие это было, как Катынь-2, он летел в связи с 70-летием того расстрела. И даже тогда вышел в российский прокат фильм Анжи Авайда, который у нас как-то не показывали. Он не в прокат вышел, он вышел даже больше, он вышел в эфир государственного канала. Фильм, который так и называется, Катынь. Дело в том, что отец Авайда был в Катыни расстрелян, этого ведущего польского режиссера, а его мать так и умерла, твердо в вере, что он все-таки жив. В этом фильме играл замечательный наш актер Сергей Гармаш, но и это до поры до времени не было аргументом за то, чтобы его показать в России. Посмотрим фрагмент. Жены польских офицеров пойдут первыми. Когда-то я не смог спасти свою семью. И это ключевая сцена фильма. Вы видели этот фильм? Да, я видел этот фильм, страшно и ужасно. Но главное, что это абсолютно соответствие действительности. Вы знаете, я занимался этой темой, я копал документы, и я имел неосторожность в одной программе сказать, что Сталин преступник. Лишний раз, что по его распоряжению это все происходило. На меня подал суд внук Сталина, или правнук, черт его знает. Нет, внук вроде. Внук, наверное. Внук, да. Внук, да. Внук Бурдовский, наверное. Меня обвиняли в том, что я не сказал, что я считаю, или мне кажется, или по моему мнению, а я прямо сказал, что он преступник. И таким образом... Ну да, присвоил функции суда, да? Да, да. А что суд, никакой суд не устанавливал, что Сталин преступник. И я, ну правда, их иск был отклонен, но я им обещал, что я в своей программе обязательно скажу, что я так считаю, я так думаю, я в этом убежден, могу это повторить. А я вот что хотел сказать. Я не понимаю, почему надо реабилитировать людей, которых не судили. Я понимаю так, что, ну вот сталинские лагеря, у меня были близкие люди, которые были осуждены, осуждены, как говорят, почему-то. Ну это там, это цеховое ударение. И их реабилитировали, понятно. Но этих польских офицеров никто же не осуждал, суда не было, и просто взяли и распреляли. Царскую семью же у нас тоже реабилитировали. Но там есть же и другое. Вот я из той же, кстати, газеты «Ведомости» только узнал о том, что секретность постановления о прекращении Катынского дела, Мосгурсуд дважды, потом Верховный суд уже в январе 2011-го признал законным отказ. Да, это не рассекречно. Полякам до сих пор не передали 35 томов. И вообще вот это поведение, особенно вот до гибели Качинского, которая всех тогда потрясла, это Катын-2, поведение российских властей, да и историков, к сожалению, и общественных деятелей, все время было таким. Мы все-таки, это наше, ну в смысле, вот что это расстреливало НКВД, и здесь мы должны поменьше в чем-то сознаваться, и дай-ка это мы оспорим, это вот мы не дадим. Почему до сих пор российская власть ощущает такую сильную преемственность с Советским Союзом, со Сталиным? Это по-прежнему выгораживание Сталина, по-прежнему кажется, что это наше. Тут у нас что-то убудет, если мы полякам копии там 35 томов или даже оригиналы передадим. Это в конце концов больше их история даже, чем наша. Не говоря о том, что люди, которые имели к этому дело, давно уже умерли, и значит что, не хотят раскрыть фамилии каких-то людей, которые, так сказать, на курок нажимали, я вообще это трудно понять, потому что я помню картину, как Путин стоит на коленях. Да, это было тогда же, в апреле 2010 года. И просто у меня все перевернулось, я подумал, ну вот наконец-то. И вся страна это видит, а это президент страны. Это мощнейший импульс. Но мне все время кажется, что есть какие-то люди, я не понимаю, какие-то силы, которые вот ни за что, вот не хотят, не могут. Считает для себя унизительным признать, что когда-то в России, вернее сказать, в Советском Союзе, правили бандиты настоящие, мне кажется. Преступники настоящие. Удобнее говорить у нас в стране. Как мне кажется. Удобнее говорить у нас в стране, чтобы не оговариваться каждый раз, что это вот, мол, Россия, а это вот Советский Союз. Да, у нас есть преемственность с этой страной, да. Я, вы знаете, много раз говорил об этом, но я еще повторю. У меня есть внук, который родился в Германии. И вообще, он наполовину немец, а на самом деле он больше, чем наполовину, потому что он плохо говорит. Ну, говорить по-русски, но неважно. Так вот, он мне рассказывал, что у них в школе, а это общий порядок, когда обсуждается вопрос Гитлера и нацизма в Германии, и кто-то говорит, ну, это вот Гитлер виноват. Им говорят, и в учебнике написано, не только, и не только национал-социалистическая немецкая рабочая партия, а виноват немецкий народ, потому что немецкий народ поддержал эту партию и поддержал Гитлера. И это всегда надо помнить, наш народ был виноват. Я снимаю шляпу, понимаете? Ну, это ведь не от того, они делают, чтобы раскланяться, не знаю, предположим, с теми же поляками. Хотя Вилли Брандт в свое время первым встал на колени, это было в польском гетто в 70-м или 72-м. Это же для себя делается. Это делается для себя. Конечно, для себя. Очистится, потому что это невыпущенный из твоей крови гной, да? Это грозит рецидивом, да? Это, в конце концов, чувство самосохранения. Я вообще считаю, что для России признание сталинских репрессий и, на мой взгляд, прежде всего, раскулачивания, как национальной катастрофы, которая не дебатируется, не обсуждается. Это однозначно нельзя отрицать ужасов коллективизации, которая уничтожила крестьянскую цивилизацию в России, которая просто подменила страну. Вот это должно быть ровно так же, как в Израиле по поводу Холокоста. Нельзя. Это Холокост русского народа. Вот. Должны быть, наконец, вещи по прошествии 70-80 лет, должны быть вещи, в которых есть национальный консенсус, которых нужно прекратить дебатирую, потому что это просто стыдно. Дебатировать, плохо ли, хорошо ли, и достаточно, и сильно ли плохо, и на каком уровне секретности были расстреляны поляки или раскулачены русские. Ложные представления о собственной национальной гордости. Ложные представления. Прервёмся, но ненадолго. Это вновь программа «Парфёнов и Познер», я Леонид Парфёнов. Я по-прежнему Владимир Познер, и будем говорить о журнале «Форбс», ещё один американский журнал, что-то у нас с американской засилен. Ну, это русский «Форбс». А, да, это русский. Да, даже в редакции говорят иногда «Форбес». А, «Форбес», а, правильно, да, «Форбес», правильно. На обложке Алишер Усманов, я не знаю, бить его или нет, вот такой вот Алишер Усманов, он совсем не американец, и он самый богатый человек в Российской Федерации, согласно «Форбесу», то есть, извините, «Форбсу». Любопытно, что у нас стало чуть меньше миллиардеров по сравнению с прошлым годом, по-моему, на 4 человека приблизительно. Ну да, впервые миллиардеров за последние годы, впервые миллиардеров менее сотни, а именно 96. 96, что ли, в этом году? Но это на 1 больше, чем в Китае, сильно меньше, чем в Америке, но сильно-сильно больше, чем во Франции и в ФРГ, где экономики покрепче российские. Но вы знаете, меня совершенно не смущает количество миллиардеров. Меня смущает их количество по отношению к количеству людей, как живут остальные. Понимаете, вот скажем, мы на втором месте в мире по миллиардерам. Ура! Замечательно! Но мы на 66-м месте по уровню жизни. Вот это уже не ура! Вот это вот несоответствие, вот это меня не только смущает, но еще и пугает. Это у нас олигархический капитализм. Нам все говорили, что 90-е годы были олигархическими, 2000-е гораздо более олигархический. Этот разрыв между богатыми и бедными, вот это я его называю нерадский капитализм, в том смысле, что он весь на сырье, он, конечно, кричащий. Миллиардеров действительно в разы больше, чем в ФРГ, а при этом зарплаты средние у нас в разы меньше, чем в ФРГ. Это совершенно точно, да. Вот, собственно, и при этом жажда узнавать про чужое богатство в России тоже в разы выше. Единственное, что надо сказать, Леонид Геннадьевич, что в России долгое время деньги не имели особого значения. Это лишь недавно с этими изменениями вдруг деньги были, это реальная вещь. И поэтому жажда людей иметь деньги, она похожа на то, что было когда-то у них в начале. Ну да, да. Понимаете, это надо прожить. Тут можно прощать, деньги главные. Это психологически. Но я думаю, что в Америке того времени, когда вот это было жажда, было, было. Не такой кричащий был все-таки разрыв. А поэтому говорили, вы выглядите на миллион долларов. Да, да, да. Time is money, время, деньги. Но не такой кричащий был разрыв. Вот все-таки не в вариантах, когда у нас зарплата 400 евро в переводе, да, а в Германии 2700, и, значит, соответственно, у нас там 24310, так считает Росстат, а в Германии, скажем, 108 тысяч рублей, если это в рублях. Не такой разрыв. Не такой разрыв. В Америке был и между богатыми и бедными, и между американскими доходами, и германскими доходами того времени. Ну, возможно. Но я понимаю желание, вот я понимаю, когда кажется, что все решается деньгами, а это кажется многим сегодня, а других особых идеалов, извините, нет. В олигархическую эпоху живем. Да. Ничего тут больше не скажешь. Не поделаешь. А и на этом мы закончим эту тему тяжелую. Тема сильно полегче. На этой неделе большая, вообще, надо сказать, мастерица устраивает скандалы, Алла Пугачева, в соавторстве с другой мастерицей устраивает скандалы, Ксения Собчак, вот прямо здесь, на дожде, что называется, не отходя от кассы, учили еще один скандал. Пугачева в интервью Собчак сообщила, как же именно ей грозили в сентябре, когда она заступалась за гибнущую Прохоровскую партию «Правое дело». Посмотрим, как это было. На съезде «Правого дела» ваша фраза про Суркова звучала так. Сурков сказал, если вы думаете, что мы вам не помогали, то теперь будем мешать. Владислав Юрьевич сошел с ума. Да. Так вы это сказали. Жестко. Жестко. А зачем меня обижать? Я ничего плохого не делала. Зачем мне пугать? Какие-то людей присылать, подсылать, там сказать что-то. А кто вас пугал? Ну, приезжали, там, ну, не буду назвать, это один из них мой приятель. Другой, там, значит, передавал мне чуть ли не угрозу от этого Воробьева Андрея из «Единой России». Я его в глаза не видела. Он прямо угрожал вам? Ну, мне передавали это, понимаешь? Через мои друзья. Угрожал чем? Ну, что вот там, это мы сделаем, тот не будешь, театр строить не дадим. Нет, ну что, то есть не дадут строить театр? Да, там еще что-то. Я сказал, ну, не дадут, не надо. Вам это показалось похожим на правду? Вы знаете, я не вижу причины, почему бы Алла Борисовна Пугачева придумала бы это. Это, в общем, очень странно, на самом деле. Но почему бы вдруг она и такое стала бы говорить? Она дама не робкого десятка. И на напрасные страхи она как-то не ведется. Да, а что Воробьев ответил, вы не знаете? Воробьев ответил, любимица миллионов, великая певица, да не слушайте вы всех, кто чего там говорит. Ну, примерно так. Да? В Твиттере написал. Ага, в Твиттере. Угу. Хорошо бы он пришел в эфир, бы сказал. Ну, задали пару вопросов. Нет? Ну, мы его не звали, с другой стороны. Ну, есть ощущение, что... Есть ощущение, что стороны сказали другу все, что есть. Мне-то вот еще что показалось. Во всей этой истории со съемками Чулпан Хаматовой в ролике. И с последующим скандалом вышеупомянутой Ксении Собчаковой во время церемонии Ника и так далее. Вот это все, это все, увы, в том же контексте. Все мы знаем, что крупнейшие деятели культуры так или иначе с властью взаимодействуют. Такие или иные преференции от власти имеют. И власть имеет возможность временами напомнить. Если это правда, если можно угрожать Пугачевой, то можно угрожать кому угодно. Это да. Вот такие времена, как говорили вы раньше. Когда-то я говорил, да. Да. Ну что ж. Да, что ж. Это была программа Парфенов и Познер. Мы каждое воскресенье в 21 час. Ну, потом можете, конечно, посмотреть в Ютьюбе и на сайте Дождя. Ну, а в 21 час по воскресеньям мы в прямом эфире шесть тем. Главная тема недели по нашему. И надеемся вашему выбору. Удачи. Счастливо. До следующего воскресенья. Парфенов Познер.